Приветствую вас, друзья! С вами я, Шевченко Александр, и это канал Академии Счастья. Поговорим сегодня о том, как быть собой, как научиться чувствовать себя, понимать себя. И на самом деле это очень связано с тем, какой вы есть. То есть каждый человек может почувствовать себя. То есть некоторые говорят, я не могу этого сделать, у меня нету какого-то этого тонкого чувствования. Но все мы — это, по сути, духовные существа. И каждый из нас может почувствовать, какой я, то есть какова моя энергетика, то есть каково мое тело, каково мой разум. И чтобы это сделать, очень важно очистить разум от негативных суждений. От тех, которые мешают чувствованию, которые блокируют эти установки, которые мешают нам почувствовать себя таким, какой мы есть. То есть наша энергетика, она, ну скажем так, может проявляться в разных ипостасиях, в разных образах. Но часто мы бывает что-то перекрываем, да, то есть мы как-то подавляем какие-то эмоции, какие-то ощущения. И у нас накапливается огромное количество таких подавлений, когда мы не чувствуем чего-то, что-то подавляем, что-то убираем, что-то мешает нам. И вот таким образом складывается что? Что мы постепенно выходим из контакта с самим собой и начинаем чувствовать, что тут как бы что-то неправильное, так не надо делать. Вот. И это к чему приводит? К тому, что мы не можем четко понимать, кто мы есть. И тогда мы выходим из контакта и начинаем действовать неосознанно. Вот. Тонкое чувствование, оно к чему приводит? К тому, что мы знаем, куда идем. Мы двигаемся на пути к цели, мы двигаемся туда-туда, приводит нас наше высшее Я. То есть, чтобы начать чувствовать себя, прежде всего важно находиться в настоящем моменте. Об этом я рассказывал в прошлом видео. То есть, здесь и сейчас. Потому что прошлое и будущее – это всего лишь концепции нашего ума. И когда мы находимся здесь и сейчас, то мы чувствуем себя, ну, как бы полноценно. То есть, в чем это проявляется? В том, что мы наблюдаем за собой, за своими проявлениями, за тем, что происходит в нас. И, соответственно, когда мы это чувствуем, то мы можем реализовывать наш жизненный потенциал. Мы можем творить то, что необходимо. Мы можем творить те вещи, которые приводят нас к улучшению качества жизни, которые приводят нас к увеличению осознанности. И эти вещи, они помогают нам. То есть, они делают что? Они наполняют нас энергией. То есть, когда человек, например, находится в настоящем времени, он чувствует, что происходит в настоящем моменте и реализовывает это. Если нас что-то выбивает, например, мы беспокоимся о будущем, там, будет это или не будет, произойдет или не произойдет, или в прошлом нас что-то беспокоит, какой-то болезненный опыт, да, произошел, и мы чувствуем, о, вот это так давит на нас, что мы не можем четко, ну, скажем так, понять, почему это с нами произошло и вообще зачем нам это. То есть, сожалеем об этом опыте. И это давит на нас, то есть, это мешает нам, это создает какие-то негативные эмоции, ощущения. Мы начинаем бояться двигаться дальше, по пути духовного роста двигаться. И это приводит к тому, что мы, ну, по сути, останавливаемся. Вот, и перестаем чувствовать себя, выходим из этого состояния гармонии, радости, счастья, и, ну, двигаемся не по своему пути. То есть, мы начинаем больше, там, пенять на судьбу, или, там, на обстоятельства, на других людей. То есть, мы выходим из этого жизненного пути, жизненного потенциала, и, соответственно, начинаем двигаться неосознанно. То есть, начинаем двигаться так, что, ну, как бы, наш процесс ухудшается. Да, то есть, вот поэтому, друзья, самым важным моментом здесь является чувствование, да, что такое почувствовать себя. Это вот мы садимся или ложимся, да, в удобном пространстве, месте, и начинаем просто ощущать свое пространство, тело. То есть, мы чувствуем, что происходит в этом пространстве, каково оно. Вот это как раз процесс такой медитации. Также мы, когда я провожу человеку процессинг, я говорю, что очень важно сделать вот это, то есть, научиться чувствовать себя. То есть, убрать те вещи, которые мешают этому тонкому чувствованию. И мы это делаем в процессинге. То есть, мы находим вот эти негативные заряды, и прорабатываем их. То есть, двигаемся глубже, 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 находим, откуда идет этот заряд, убираем его, и, соответственно, состояние человека улучшается. То есть, чем лучше состояние человека, тем лучше он чувствует самого себя. То есть, что такое негативный заряд? Это вот эти негативные эмоции. То есть, случился с человеком какой-то негативный случай, да, то есть, он, например, попал в аварию, например, или там травм какой-то получил, или психологически на него очень сильно воздействовали, или у него была потеря, например, какая-то, или в этом болезнь произошла, да, то есть, любой психический опыт, он влияет на человека. И этот вот концепт психосоматический, он, ну, как бы, то есть, сначала идет, как бы, воздействие, да, психическое, потом уже у человека ухудшается физическое состояние. Вот мы этот концепт психофизиологически убираем. То есть, мы убираем то, что касается психической составляющей, и физиологическая составляющая выправляется. То есть, у человека тело начинает действовать правильно, корректно, да, то есть, все процессы восстанавливаются. И, соответственно, у него уходят блоки. Блоки, которые мешают ему исцелению в теле, в разуме и душе. Вот. Давайте посмотрим, как это работает на, ну, на простом примере. То есть, мы сейчас сделаем такую небольшую сессию, и вы почувствуете, как это все происходит на самом деле. Вот. Сядьте или лягте в удобном месте, да, где вас никто не потревожит. Закройте глаза, чтобы было удобней, и создайте пространство сессии, то есть, с помощью вашего намерения, внимания. Вот. Когда вы это сделали, почувствуйте себя в этом пространстве, как осознание, ваше тело в этом пространстве. Вот. И дальше в этом пространстве создайте любовь, счастье, наполните его пространством любви, да, чтобы оно было максимально таким наполненным, ярким. Вот. Дальше почувствуйте себя в этом пространстве, да, то есть, максимально глубоко. Вот. То есть, тело, разум, пространство, почувствуйте его, как вот максимально вы ощущаете, да, то есть, чтобы все проявилось, ну, скажем так, в полной мере, да, то есть, ни от чего не закрывайтесь, не подавляйте, просто наблюдайте за вашими ощущениями, за тем, что происходит в вашем теле, душе, разуме. Вот. И когда вы почувствуете по максимуму, да, дайте этому проявиться в полной мере. Если вдруг вы чувствуете какие-то, к примеру, блоки, да, блокировки, которые возникают при чувстве, не могут возникать, разные случаи, какие-то суждения вылазить, да, там, я не могу это почувствовать и так далее, то не подавляйте это, а наоборот, рассматривайте, откуда это приходит. То есть, если это приходит из вашего прошлого, например, или там, возможно, это переживание о будущем, или что-то есть прямо здесь и сейчас, дайте возможность этому проявиться и посмотрите на это, как есть. То есть, не удаляйтесь от этого, не, ну, как бы, не блокируйте это, да, дайте возможность этому проявиться и посмотрите, откуда это приходит. Если это какой-то случай, то перепроживите его, удалите оттуда негативный заряд и дайте этому возможность То есть уйти, да, то есть просто рассмотрением как есть. То есть вы убираете этот негативный заряд, состояние улучшается, и вы живете счастливой и радостной жизнью, да. И вот когда вы проработали, к примеру, один блок, да, посмотрите, может быть какой-то другой блок проявится. Вот, таким же образом тоже перепроживите эти случаи, откуда это все происходит, и уберите этот блок. То есть что мы делаем в процессинге? Мы рассматриваем как есть, и это уходит. То есть проявился, например, случай, я там не могу чувствовать свое тело. Вот, посмотрите, откуда это суждение приходит, и дайте ему возможность уйти, то есть рассоздаться. Когда это произошло, то, собственно, это уходит, исчезает, и вы можете вновь чувствовать себя здоровым и счастливым человеком, и чувствовать себя полноценно, то есть ваше тело, разум, да. Вот, когда вы уберете вот эти все блокировки, да, которые вам мешают, можно одну за сессию, можно несколько, если у вас получится, вот, то, конечно же, вы почувствуете больше осознанности, радости и счастья. Так, когда вы закончите сессию, да, поблагодарите, и наполните пространство любовью, радостью, счастьем, вот. И, конечно же, напишите в комментариях, как у вас получилось в сессии, все ли прошло хорошо. Если что-то не получается, напишите мне тоже в личные сообщения, вот, и мы сделаем бесплатную консультацию, где я помогу уладить сложности, если они возникли, сделаем, скажем так, сессию для того, чтобы улучшить ваше состояние. Вот, и что еще? Если это видео вам понравилось, то поставьте ему отметку «Нравится», подпишитесь на мой канал, добавляйтесь в друзья в соцсетях, поделитесь этим видео с вашими друзьями, и включите напоминание, колокольчик, оно напоминает о новых видео, которые выходят на моем канале ежедневно. Вот, также, конечно же, буду рад видеть вас в друзьях, все мои контакты указаны под этим видео, также там указаны мои книги «Мир и вечного познания», полное исцеление, их можно скачать и прочитать по ссылкам в описании. Вот, и, конечно же, можно записаться на бесплатную консультацию, где вы сможете узнать более подробнее о процессинге счастья, и узнать о том, как можно исцелиться, как чувствовать себя в хорошем состоянии, потому что, когда вы чувствуете себя, то вы можете делать правильные и корректные действия и реализовывать свой жизненный потенциал. Вот, на этом, друзья, мы будем заканчивать. Сейчас у вас на экране появится видео, еще, которое на моем канале, да, это о том, как исцелить негативный заряд, как изменить судьбу, и подписка на мой канал и мой сайт, где вы сможете более подробнее изучить то, чем я занимаюсь. Вот, я вам желаю осознанности, радости, счастья, и увидимся скоро в следующем видео.